всем привет сегодня 21 ноября суббота и по существу это мое первое видео в ноябре отчетная вот так вот иногда случается можно сказать даже и часто так случается только что-то запланируешь и включается какие-то другие факторы которые абсолютно поворачивают наши планы и другое русло и что-то происходит вот так и я в моем видео отчетным за октябрь говорила что вот в ноябре буду вышивать миробили буду все вышивать все процессы продвигать а потом раз и карантин нас неожиданно закрыли сначала салонники говорили что нас афины оставят а потом раз и в срочном порядке закрыли и афины вот первые дни это была какая-то паника у людей все бежали в супермаркет все скупать хотя супермаркет никто не закрыл но это что-то творилось и такое было движение магазины не зайти такого никогда я не видел даже на праздники в новый год рождество вот все кто могли уехали из афин поэтому все покупали и знаете вот самые самые ходовой товар который все покупали это была туалетная бумага полки все стали пустыми очень очень быстро первой половине дня но там и рассказывали тоже люди которые ходили в супермаркет я конечно никуда не ходила в эти дни потому что ну зачем все есть магазины работают потом пойду все свежего куплю но вот такая была паника у людей и все это закрылись на карантин а мы как частные предприниматели имеем право работать слава богу мы с мужем все девочки наш ушли домой но мы приезжали и работали ну и так как мы только вдвоем значит все работа на нас и можем много работы у меня было много работы и субботу приезжали воскресенье приезжали допоздна сидели в общем первая половина ноября пролетела под флагом работы работой и вот только вот на этой неделе мы немножко разобрались нашими делами немножко мы как бы устаканили все все какие-то вопросы и я смогла немножко повышевать вот так вот получается хотела вышивать хотела продвигать а получилось что у меня много работы и ноябре то что я планировала даже половину мне не получается выполнить ну ладно покажу что у меня есть начала я этот месяц вышивки дизайна диму эншенс зимние радости очень красивый дизайн такой классный праздничные он и зимний он и праздничные здесь такое веселье мне нравятся улетающие вот эти уточки ну и конечно же дименшенс умеет делать красивое небо деревья даже голые они тоже очень красивые ну и цель на ноябрь у меня была вышить лошадок и вот эти сани с людьми давайте посмотрим а что получилось смотрим это по крайней мере у меня получилось вот такая красота давайте немножко приближу чтобы вы могли рассмотреть получше но я вам буду немножко рассказывать как у меня здесь шел процесс мои впечатления вот я очень очень сильно хотела вышить лошадок эту повозку приступила с лошадок и здесь принципе на шатке вышивались достаточно легко да есть часто смена нитки но это все можно преодолеть много было быксича цветного дробного я прям знаете вот по схеме шла так аккуратно аккуратно чтобы нигде не упустить какую-то линию но вот смотрю я упустила вот сейчас в крупном приближении смотрю на камеру я понимаю что я упустила вот здесь линию должна быть тоже на хомуте у лошадки 2 вот здесь не хватает чуть-чуть стежков вот это нужно будет поправить но еще раз просмотрю все потому чтобы все цветной где-то что-то хорошо видно где-то вот какие-то может быть линии их не не видно вот и я долго работала с лошадками вышивала этот процесс знаете в кровати в пяльцах одной рукой какая-то я была такая уставшая от всей этой обстановке больше наверное психологически чем физически и вышивала кровати на пяльцах одной рукой потихонечку выполняла все здесь крестики вышивала бэкстич вот тут есть у нас французские узелки посмотрите копытца как хорошо сделаны лошадок все очень-очень хорошо продумано проработана просто прелесть вот эти пряжечки все это бэкстич все это разные цвета поэтому работа кропотливо чтобы вышить вот такие вот как это называется такие пряжки на пряжках тут есть какие-то элементы вот они их нужно было тоже все эти такие линии вышить много было работаем с лошадками но дальше я перешла именно к саням здесь работа казалось побольше как вы видите я не дошила здесь лист меня не хватило я вышила главное по кругу саней полукрест чтобы можно было выполнить бэкстич потому что бэксича здесь многое я сконцентрировалась именно на этом элементе здесь очень часто менялась ниточка и полукрест и крест и вот здесь в одеждах в одеяниях очень очень часто менялась ниточка буквально два три пять семь но 10 где-то стежков нужно было менять цвет и вышивала я это как я сказала на пальцах на руках потихонечку аккуратненько все это выполняла чтобы нигде ничего не пропустить потом начался бэкстич тоже очень очень кропотливый на цветной вот и здесь я вроде бы не вижу каких-то пропусков но я еще проверю хотя может вот здесь что-то не хватает может я не вижу сейчас и выше то у меня там выше то нет и все есть только вот здесь вот мне кажется я пропустила одну линию нужно будет это все доработать вот и здесь также много было бэкстича и по итогу когда я выполнила все 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 элементы я так посмотрела боже мой какая красота какая проработка как будто карандашом здесь все нарисовано вот эти все линии аккуратненько четко кто-то взял и нарисовал ну видите плед он плед солома мне здесь понравилось то что здесь вот смотрите четверо детей три поменьше один вот вроде бы повзросли и вот здесь есть собака я ее вначале не замечала когда вышивала что-то я тут вышиваю буквально здесь 10 полукрестиков выше то может быть даже меньше 6 и 3 9 может быть полукрестиков и когда стала вышивать бэкстича поймать собака вот она собачка здесь сидит детишки шарфики вот у них все все так хорошо проработано вот еще человек ну здесь вот у него глазки мы сделали а вот этому глазки сделали сейчас я вам покажу поближе так чтобы могли рассмотреть мы совсем близко вот так смотрите какие мы сделали глазки ну вот как то так не знаю все по схеме видно вот видите руки у него такие перчатки кожаные такие перчатки варежки кожаные я знаю в деревнях делают такие вот дома шляпки такая красота и не знаю я так долго рассматривала этот элемент все так хорошо продумано проработано очень четко очень красиво молодцы конечно dimensions но у меня сборка клубок желаний тем не менее видите все хорошо мне очень нравится сумма на моей работе уже праздник вот то что у меня получилось в целом на сегодня ну и вставлю конечно же фотографии немножко забыла сюда оставляю фотографию то как было с чего я начала небольшой участок у меня вышелся но это сложный участок это сложный участок кропотливая работа вот хотелось бы мне больше вышить в ноябре но вот видите вот так вот случилось и поэтому не смогла я выполнить свой план что на декабрь но я буду сразу говорить о чем я мечтаю что хочу у меня склеен лист схемы который идет эта полоса так мне бы хотелось завершить этот лист схемы вот я не знаю какие подводные камни меня будут ждать именно на этом участке здесь много полукреста вот дорога вышивается легко полукрест полукрест вот здесь по моему полукрест но посмотрим что из быксича вот здесь такой у нас сток что здесь у нас здесь будет много быксича но он у меня вышивается наполовину вот очень хочется добраться до уточек а еще больше вот для до этого красивого домика классно мне такой нужен вот домик вот это моя работа которую я вышиваю в спе моя зима вот хочу такую яркую красивую снежную и очень веселую зиму вот переходим к следующему моему процессу и так следующий процесс над которым я работала это дизайн фирмы дима и джинс называется мать земля вот напомню вам покажу картинку что я вышиваю вот такой вот очень интересный и красивый дизайн мать земля называется это не оригинальный набор это сборка но с оригинальными нитками джипи коут с этим процессом у меня вот самого начала что-то не заладилось постоянно как только я его вышиваю какие-то проблем у меня начинаются у меня такое редко бывает могут случилось во первых я жаловалась вам что схема здесь меня увеличенная не знаю с оригинала не с оригинала но не качественно очень размытые значки и к счастью со мной поделилась девушка ольга ольга серодаева если вы мне смотрите большое вам спасибо за схемку олечка мне прислала и в схемку и пфм и схемочку от сканированную вот файл xsd и вот на этой теме видите себе распечатана эту схему уже получше вот и на этой теме я купила себе представляете грустить сага купила себе эту программу вот открыла почтала инструкцию ознакомилась основными функциями до программка конечно интересно много там интересных функций полезных вот но пока я все таки вышивая по бумажной схеме потому что мне все-таки экранчик он маленький на мобильном телефоне мобильный телефон с большим хорошим экраном все равно как-то маловато мне и не очень приятно тактильно зачеркивать пальцем все эти значки если я найду какой-нибудь силиконовый силиконовую ручку специальную как кисточку которую используют при маникюрах педикюрах когда откроются магазином я попробую если вычеркивает тогда буду пользоваться нет но посмотрим как-то мне вот тактильно прям вот знаете такое впечатление что получаю ожог на пальцем неудобно постоянно зачеркивать пальцем но чувствительные руки вот попробовала значит там со схемой разобраться и все-таки решила на бумажной схеме по бумажной схеме вышивать дальше что у меня здесь произошло работа была у меня натянута на кисна пыль и когда работа на кисна пах я вышиваю на станке стечь смарт поставила на станок стечь смарт и станок у меня сломался но он сломался не на этой работе конкретно наверное за долгое время вот и просто на этой работе он уже проявил свою поломку и ну вот конечно очень жалко этому 2 стечь смарт 2 ломается если я его не починю я конечно же откажусь от всех этих станков очень жалко покажу что здесь у меня сломалась вот посмотрите видите внутри пластик он просто раскрошился хотя я очень берегла этот станок вот правда очень никаких тяжелых ран не ставила на максимум кисна пы вот на который на 40 сантиметров максимум это максимум что я ставила вот видите он внутри пластик не просто потрескался он стал там крошиться прям внутри вот и видите вот так поэтому не держит вот эта штука стала уезжать я отдам одному мне знакомый парень техник он очень хорошо работает с деревом с металлом вообще хороший мастер сам мебель изготавливает но для себя вот я ему там чтобы он запомнил все эти пустоты каким-то специальным клеем веществом чтобы все это стянулась вот сюда клея хорошо специального чтобы вот так тоже это все приклеилось видите вот трещин дал вот дорогой станок удобный классный станок потому что есть и лампа и все есть и он легкий переносится но вот эта деталь пластмассовая пластиковая она постоянно ломается видите вот я повторюсь я никаких тяжелых рам не ставила никаких очень аккуратно все он рассохся просто сам по себе пластик вот видите но я надеюсь я вам показала вот хорошо видно видите вот там вот внутри пластик стал покрошиться когда сняла прям крошки посыпались вот видите вот такая вот тут история а в первом степь марте у меня прям лопнуло металлическое кольцо внутри представляете это вообще что-то вот такая вот у меня здесь истории представляете ставлю я этот дизайн у меня на кисна поставлены сынок сич марте смарт ломается это большое расстройство убираю здесь марта ну как же мне вышивать ну принимаю решение у меня есть настольный станок ему уже много лет я его купила первым из всех станков и вот он самый-самый классный вот единственное что конечно нужно снимать работы но это легко делается клипсы снимаешь и можно ставить другую работу не оставлю ссылку в инфобоксе заходите посмотрите я делал обзор этого станка вот все это легко но знаете с мартом было проще просто вот лень постоянно снимать клипсы ставить новую работу делать боковую натяжку а так поставил пальцы что там и вышиваешь ну ладно это уже мелочи жизни поставила эту работу на мой станок сделал натяжку все классно все видно схема есть приступила к вышивке вот этот участок вышивается легко здесь все полукрестиком берешь себе да и шьешь и шьешь и добралась я буквально вот до девушки до нашего духа земли вот сюда вот ножки у нее что-то что-то может быть отблеск какой-то вот к юбке приступила и вот здесь юбки полукрест в одну ниточку вот ну вообще легкий такой стежок легко вышивается беру нитку по-моему это вот эта нитка надо будет проверить еще беру вот эту нитку нитка это джипи коллс и она у меня начинает рваться я не поняла беру снова опять рвется два стежка сделаю рвется два стежка сел и рвется два стежка сделал рвется кто-то скажет иголка нет не иголка у меня все иголки находятся на одном большом таком магните на рабочем столе я меня процессы иголки все те же вот с другими нитками даже из этого набора такого не происходило вот я же здесь вышивала и в 2 и в 3 нитки вышивала полукрестом никаких проблем у меня сразу на начальном этапе я говорила начал рваться вот эта нитка перетираться она здесь у меня вышивалась в полукрест 3 ниточки вот здесь выше то здесь ну сколько но 50 полукрестика она два раза здесь перетиралась и рвалась вот это ниточка я приступила вышивать полукрест в одну нитку тоньше проще не бывает 2 полукрестика рвется, два полукрессика рвется. Знаете, я вот в этот момент психанула просто. У меня такого не было. Я поняла, что вот гнилью я вышивать не буду просто. И мне нужно искать в ДМС, сделать подбор, подобрать нормальную нитку, вышивать нитками ДМС. Вот, пожалуйста, нитки G-P-Cose. Вот вам, пожалуйста, раритеты. У кого, девочки, есть раритеты, не храните ваши раритеты. Особенно которые совсем раритеты-раритеты. Потому что вы можете ими начать вышивать, а нитки там уже сгнили. Все-таки нитки это такой материал, который не хранится долго. Нужно вышивать свежими ниточками, качественными материалами. Вот такая у меня здесь история. Поэтому я не смогла просто продолжать вышивать. Столько проблем с темой намучилась. Станок сломался. Нитка здесь у меня гнила. Я все порвалась. В общем, я сняла и убрала. Чтобы немножко отдохнуть, успокоиться. Как-то организовать по-новому процесс. И снова приступить. Потому что процесс очень интересный. Тема хорошая. Я напомню, что я вышиваю эту работу с Оксаной Дерезой. СП организовала Оксана. Мы вышиваем мир. Очень интересный проект. Но почему-то Оксана сделала такой маленький. Что такое? Два месяца до декабря. За два месяца что нужно вышить? Надо побольше делать такой совместный проект. На шесть месяцев. Поэтому, Оксана, ты задумайся. Нам сделай побольше проекта. Вот. И в этом проекте я хотела вышивать. Но хочу вышивать вот девушку. Центральный элемент. Потому что за два месяца я больше не успею это вышить. Вот. И все начинаю и никак. Начинаю и никак. То одна неприятность, то другая. Буду настраиваться. Буду организовываться. Я все равно, как говорится, победю. Вот такие у меня здесь новости с этой работой. Все непросто. Вышилось чуть-чуть. Чуть-чуть вышилось. Вот. Ну что? Есть красота. Бэксич здесь буду вышивать в конце-в конце. Потому что наборчик, как я говорила, старенький. И нужно читать что и как каким цветом вышивается. Много бэксича. Он цветной. Но у меня есть теперь схема в ПФПМ. Можно там еще почитать, разобраться с бэксичи. Но на наш все цвета попереводить. Ну, в общем. Очень много у меня забот с этим дизайном. Буду стараться. Я все равно потихоньку справлюсь. Вот. Начало есть. Нитку заменю. Вот. Посмотрю что да как. Буду продолжать. Нужно еще чуть-чуть повышевать. Хотя бы на этой неделе. Хотя бы денечек. Чтобы уже отчитаться в конце месяца. А то совсем как-то у меня мало вышито в нашем совместном проекте. Вот такой у меня здесь процесс. И перейдем к следующему. А это процесс. Одно удовольствие. Оберег от фирмы Панна. Власть, могущество, знание, свобода. Вот такой классный оберег с ключиками, с красивыми элементами. Вышивается тремя цветами ниточек. Темно-синий, меланш синий-голубой и металлик серебристый. Вот то, что мне удалось вышить. Тут совсем чуть-чуть. Вот. Времени-то не было. Ну, вот хотя бы уголочек я вышила. Буквально денечек, наверное, или два позанималась этой работой. Вышила бэкстич. Приступила вот к этому элементу. Вот он, цветочек. Видите, много ниточек. Почему оставляю? Потому что продолжаются элементы. Но так как вышивала на пяльцах, и у меня дальше не получалось вышивать, я оставляю ниточку, чтобы рисунок, переход цвета плавно сохранялся. И вот эта ниточка, как она идет, я буду ей дальше продолжать вышивать, чтобы у меня дальше сохранялся переход по ниточкам. Я решила делать немножко на контраст. Вот если у меня здесь темный вардюрчик, я начинаю от светлого, иду к темному. А бэкстич у меня от темного к светлому. Вот на обложке здесь он наоборот. Здесь все, вот видите, темное. Темные крестики, темный бэкстич и к светлому. А я иду на контраст. Ну, не знаю, посмотрим, как получится, понравится, не понравится. Вот дальше, что у меня цветочек светлый, а рамочка темная. Ну, вот как-то так на контраст иду, да. Вот, будем смотреть. Как получится. Мне интересно. Я думаю, вам тоже у всех по-своему вышивается. Вот так вот. Ну, тут такой уголочек вышит. Пока мне больше вам рассказать, показать нечего. Все хорошо вышивается. Это процесс у меня любимый. И такой отдыхалочка. Вышиваю я здесь на линде 27-го аккаунта. Заменила, потому что хочется мне вот такого чего-то очень нежного и легенького. Идем к следующему процессу. Есть у меня еще вот такой процесс. Это золотое руно на охоте. Честно говоря, я не помню, вышивала я бы в ноябре, либо это было в октябре. Вот не помню. Не нашла фотографий, видео все не стала пересматривать. Знаете, такой месяц какой-то сложно. Как-то закрутилась, вот забыла. Но решила все равно показать. А вдруг в ноябре вышивала. Работа у меня здесь чуть-чуть продвинулась. Я помню, что я вышивала здесь темно-зеленым цветом. И вот какой-то такой участок я вышила. Хочется мне повышивать еще чуть-чуть и вышить хотя бы вот этот маленький кусочек. Выровнять уже всю траву. Где-то здесь заканчивается вот эта рыжая трава. И уже начнется у нас собака. И может быть я на этой работе сделаю какое-нибудь видео, покажу, как вышивать парковкой. В последнее время часто девочки находят мои видео, смотрят, спрашивают, просят еще раз показать. Все-таки много новых подписчиц. И есть девочки, которые только учатся, узнают и просят показать вышивку парковкой. Просят показать, как я вышиваю. Я, наверное, сделаю такое видео. Постараюсь обязательно, сделаю такое видео. И покажу вам на примере вот этой вышивки. Может быть еще возьму и в шерсти. Но посмотрим. Ну, в общем, здесь вот так вот работа в этом году. Она немножко продвинулась, хоть чуть-чуть. Но тоже результат. Вот такой замечательный щенок у меня вышивается. И идем дальше. И еще один процесс, который я вышиваю в нашем СП. Моя зима. Очень любимый, очень долгожданный набор. От фирмы Custom Crafts. В моем дворике. Размер работы 49,5 на 35,6 см. Достаточно большая работа. Ну, грубо говоря, 50 на 36 см. Вот, выдержанная в зеленых оттенках. Но мне очень нравится сюжет. Я давно мечтала приступить к этой вышивке. И, наконец-то, наконец-то я организовалась. Такая здесь еловая ветка. Такие шишки, снежок и птички. Просто загляденье. Поэтому не могла удержаться. И включила эту работу наш СП. И что у меня получилось. Тут тоже мне особо похвастаться нечем. Я планировала вышить в ноябре месяце лист. То есть мне нужно было дошить вот так. Но на сегодня мне удалось вышить половину листа. Примерно. Так, чуть больше, чуть меньше, чуть меньше может быть. Ну, где-то пол листа мне удалось вышить. Вышивается в принципе приемлемо. Об этой работе очень много девочки писали. Говорили, что она прям такая сложная. Но на самом деле она не такая сложная. Здесь есть участки, где много одиночных крестиков. Вот, например, где было много одиночных крестиков. Вот здесь. Вот тут шишки. Прям вот идут рядками. Одиночки, 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 одиночки. Закрепляемся, закрепляемся. Есть много черного цвета. Здесь у меня практически вот на этом участке. Нет, наверное, на всем участке. Один моточек черного цвета ушел. Пасмочка. Не пасмочка, моточек. Простите. Моточек черного цвета ушел. Вот. В работе много черного цвета используется. Кажется, что не так много. Но на самом деле, видите, много черного цвета. И вот практически моточек ушел. Много зеленого, но разных оттенков. Мне нравится вышивать с зелеными цветами. Здесь они такие разнообразные. Такие красивые цвета. И из этой мозаики складывается вот такая вот очень яркая и реалистичная картина. У меня есть уже одна шишка. Очень классная. Вот здесь вот вторая намечается. Ну и третья уже, видите, в процессе. Вот. Будет еще у нас четвертая. Вот здесь, но она повыше. И пятая вот здесь, чуть-чуть подальше. Вот. Ну, то, что у меня получилось на сегодня. Я, конечно, старалась. Мне хотелось вышить именно вот этот лист. Но работа идет медленно. Я за вечер смогла успеть 500-600 крестиков максимум вышить. Ну и вышивала этот участок всего неделю. Может, чуть больше. Здесь у меня вышито, знаете, сколько? 3000 крестиков. Да, 3000 крестиков. Ну, вроде бы в крестиках немало за неделю. Да? Но такой участок, кажется, маловато. Все равно работа подросла. Смотрите, какая она красивая. Как я радуюсь. И где будет у меня заканчиваться работа. Я вчера померила. Оказывается, будет заканчиваться где-то вот здесь. Вот, представляете, какая она огромная. Вот. Ну что, не получилось в ноябре мне этот лист завершить. Хотя еще ноябрь не завершился. Но у меня же есть и другие процессы, которым нужно уделить внимание. Поэтому следующую половину листа буду планировать на декабрь. Ну что ж, хоть так. Будем идти потихоньку ее продвигать. Растет, растет моя работа красивая. И, как вы понимаете, я тоже ее вышиваю на моем станочке деревянном. Поэтому план изменился. Я вначале хотела идти вышивать вверх. Ну, так как я вышивала на океус на опах. Но так как сейчас на раме, поэтому иду по горизонтали. Очень удобно вышивать на раме. Я люблю эту раму. И, знаете, сейчас уже приловчилась. Сначала мне как-то было не очень приятно. Все работы снимать, убирать. Но вы ставите сейчас даже очень хорошо. Все чистенько, аккуратненько. Нет миллиона процессов под рукой. Может быть даже и хорошо, что я сейчас оставила себе только один станочек. А, примечательный факт. Работа называется «В моем дворике». Видите, вот такие птички. Рассказываю вам историю. Немножко от свечи надо держать. Вот так рассказываю историю. У нас, так сказать, в нашем дворе, ну, рядом с нашими многоэтажками, у нас, ну, не высокие многоэтажки, 5-6. Есть, конечно, и 9-ти этажки. Рядышком с нами, прямо напротив моих окон, внизу открылся магазин, называется «Мир птиц» с канарейками и попугаями. Вот буквально недавно он открылся. И вот я только сейчас связываю это с моей работой. Вышиваю птичек. Называется «В моем дворике». В моем дворике открывается магазин «Мир птиц». У нас теперь целый день мы слышим это щебетание, канареечек, крик попугаев, там голуби постоянно собираются, потому что птичек вывозят на улицу, у нас же тёплая погода. И они кушают, и вот корм падает вниз, остатки собираются, голуби, в общем, столько, много птиц. Я постараюсь сделать какое-то включение, может быть, там пройду, поснимаю. Очень много красивых попугаев, канареек. Это так оживился наш район. Я так рада, что они к нам пришли, открыли свой магазин. Стало намного интереснее и веселее у нас в нашем районе. Вот так в моем дворике вышиваю птичек, и вот в моем дворике появились настоящие птички. Знаете, очень много таких совпадений. Нужно к вышивке начинать относиться более-более серьёзно. Но я не могу относиться к вышивке серьёзно. Вышивка – это мое хобби. Я люблю здесь вышивать разные процессы, люблю себя развлекать, менять, начинать, отменять. И вот в этом году планировала завершить по максимуму процессы, довести многие до ума, а к концу года разбаловалась и поначинала. И у меня теперь столько много процессов, я даже не знаю, сколько их. И, ну, не знаю, не решаюсь открыто всё посчитать. Вот, такой у меня здесь процесс с моими птичками. Это всё то, что вышивалось. Ну, давайте теперь перейдём к следующей неделе. Покажу вам два процесса, над которыми я хочу поработать. Итак, о планах на эту неделю, ну и, в общем-то, до конца ноября. Хочется мне какого-то финиша, покрутилась, покрутилась. Я посмотрела на свои процессы, что я могу завершить. И нашла вот мою кубышечку от жар-птицы. Нужно здесь вышить совсем чуть-чуть. Половина работы у меня здесь вышита. И осталось завершить ёбку. Я не знаю, буду я делать надпись или нет. Возможно, сделаю просто орнамент. И эту вышивку буду оформлять в текстильную сумочку. Посмотрю, либо для процессов, либо, может быть, для каких-то вещей. Также здесь нужно будет мне доделать бэкстич. Вот где-то я уже выполнила бэкстич, а здесь ещё нет. Но, в любом случае, работы здесь уже не так-то много. Я думаю, что это такой реальный претендент на финиш. Поэтому беру в работу на эту неделю. И в конце месяца мы с вами видим, что у меня всё-таки получилось. Я всё-таки буду стараться делать какие-то планы. А уж там, как получается, будем уже вместе смотреть по итогу. Вот такая вот красивая кубышечка у меня здесь вышивается. Я не меняла основу. Все оригинальные материалы, какие есть, так я их и оставила. Да, немножко дырочата основа. Ну, ничего. Я думаю, постирается, ещё подсядет. Смотрится, в принципе, очень даже неплохо на такой основе. Я люблю цвет растик. Ну, здесь, конечно, основа такая немножко дырочатая. Но, в любом случае, получается нормально. Вот. Это у меня один такой процесс, который я буду сейчас брать в работу. И ещё один. И ещё один. Ну, вы правильно догадались. Конечно же, это мои африканские львы. Ой, которые я вышиваю в нашем совместном проекте «Мои любимые коты-3». Нужно мне здесь завершить всё-таки до половины вот этот участок вышить. Здесь ещё небо. Ну, и голову львицы мне нужно вышить. Вот так бы мне хотелось. Вышивается легко, на самом деле. Напомню, вот такая у нас здесь картинка шикарная. Вышивается легко. Тоже сниму сейчас пальцы, поставлю на станок. Потому что все такие работы я вышиваю теперь на станке, на моём. Так как сеть смарт у меня сейчас в ремонте. Вот. И, ну, посмотрим, что получится. Буду стараться. Какая она классная, красивая работа. Хочется её продвинуть. Вот. Пришло её время. Ставлю на станок. И сейчас, как начну вышивать, прям всё вышью. Вот так я люблю напланировать, а потом удивляться, что же я так мало выполнила своих планов. Вот. Это два процесса, которые у меня будут вышиваться до конца месяца. Посмотрим, что как пойдёт ещё тоже по настроению. И хочу показать вам ещё покупочку. Пришлось выключить дополнительный свет, потому что упаковка очень сильно бликует, и вам не было бы видно картинки. Я в моём последнем видео анонсировала, что я сделала суперпокупку. Просто вот на каком-то, в каком-то впечатлении, вдохновении совершила вот такую покупку. Икону. Да, это икона от фирмы Образа в каменях. Это дорогой набор. Ну, я вот не знаю, как-то я впечатлилась и позволила себе купить вот такую вот шикарную икону. Это у нас здесь святой Спиридон Тремифутский. Я как только глянула на эту картинку, на этот взгляд, я всё, я поняла, что мне её нужно обязательно купить. Расскажу небольшую историю, связанную с этим святым. Во-первых, это святой греческий. Он родом из острова Керкера. И там сейчас находятся его мощи. Если я не ошибаюсь, два раза в год открывают его мощи. Для чего открывают? Есть такое поверье, что святой, он настолько любил свой остров, он настолько помогал всем людям, что он, ну, после того, как ушёл, оставил тело, его, ну, дух, не знаю, как правильно говорить, если не говорю неправильные слова, вы меня простите, он остался. И он обходит остров каждый день, заглядывает в дома, оберегает, сохраняет людей, помогает всем нуждающимся. И каждый год, по-моему, открывают на 25 декабря, или нет, на 12 декабря. Нужно будет точно посмотреть. В декабре месяце открывают его мощи и забирают тапочки, меняют. У него бархатные тапочки красные, ему шьют каждый год. И вот за год они стираются, там такие дырочки появляются, они стираются, эти тапочки. Эти тапочки снимают, их нарезают такими маленькими кусочками и раздают людям. В праздник, когда Спиридона идет, раздают эти тапочки людям. А новые тапочки ему одевают. Не каждый раз открывают его мощи. Есть какие-то дни, что не открывают. По-моему, два раза в год открывают. Есть какие-то дни, что не могут открыть. Говорят, что как бы, ну, не дается, да, нельзя открывать. Есть, открывают, снимают тапочки и раздают вот эти кусочки людям. Чем славится этот цветой? Этот святой, во-первых, помогает всем страждущим в материальном положении и особенно людям, у кого проблемы с жильем. Обычно святые не участвуют в нашей мирской материальной жизни, а вот этот именно святой, он участвует в этом плане, потому что он, когда был при жизни, да, в человеческом теле, он очень много помогал людям, именно бедным, у кого не было жилья, голодным, всем все помогал. И вот так и закрепилось, что все люди, у кого проблемы финансовые, обращаются именно к Спиридону. И когда я только приехала в Грецию, у меня тоже были проблемы экономического плана, и тогда моя мама очень сильно ему умолилась. И знаете, вопрос решился, вопрос действительно решился. И поэтому, когда я увидела эту икону, я поняла, что мне нужно вышить ее в благодарность. Мои-то вопросы решились, поэтому нужно вышить эту икону. И она очень красивая. И еще Спиридон помогает тем парам, у кого нет детей. Вот такие вот две вещи основные. Хотелось бы мне когда-нибудь поехать на Керкера, все-таки здесь не так-то и далеко. Может быть, когда уляжутся все карантины, я смогу туда поехать. Кстати, одна из наших клиентов, посетительниц, мне привезла этот сверточек, подарочек. Она случайно попала в тот день, когда открывали его мощь и раздавали тапочки. И вот она и себе взяла, и мне привезла вот этот пакетик с тапочками. Но не буду вам сейчас показывать, но у меня есть. Вот, поэтому у меня такая история связана с этой иконой, со Спиридоном. И я решила, что мне обязательно нужно его вышить. Тем более, что здесь такая очень красивая, интересная техника выполнения. Размер вышивки будет 25 на 25 см. Небольшая на самом деле. Ну, такая достаточно внушительная будет красивая икона. Состав набора давайте ознакомимся. Здесь у нас плотная атласная ткань с нанесенной авторской схемой. Нефрит, красивый камень. Зеленая яшма, аметист, хрустальные бусины, винтажные звездочки, металлические шарики, металлическая тесьма, металлический крестик, бисер Чехия, ювелирный бисер Тоха, трунсал, канитель, металлизированная нить, нить Мадера, спектра, игла, нить Титан. Пошаговая инструкция по определению бусин с фотографиями. А, по оплетению бусин с фотографиями. Вот такой очень интересный набор. Выполняется в интересной технике. И знаете, вот взгляд, я как только увидела, я поняла, что мне нужно вышить этого дедушку. Смотрите, какой он. Набор запечатанный. Здесь у нас инструкция. Вот тут у нас схемка. Вот. И тут все материалы. Тут много всего, как вы понимаете. Вот, 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 вот. Вот так. Запечатан набор. Поэтому я пока не хочу открывать. Я, если я открою, я что-то потеряю. Я этого очень боюсь. Буду скоро. 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 Либо в декабре. Посмотрю, когда праздник у Спиридона. Может быть, в декабре начну. Если нет, ну, уже тогда в следующем году. Может быть, на февраль. Там, как я разберусь с какими-то своими процессами, чтобы не утонуть в моих начатышах. Я тогда начну эту икону. Нужно будет подгадать хорошее настроение. И обязательно будет старт. Обязательно будет вышиваться. Может быть, я сейчас по срокам себе фантазирую. Планирую. Но у меня не получится. Но в течение 2021 года обязательно я буду вышивать эту работу. Эту икону, точнее. Шикарная. У меня, тем более, связано очень много различных эмоций, впечатлений, воспоминаний. Связанных с этой иконой. Поэтому буду вышивать. И есть еще вот такой момент. Я когда делала заказ, я так быстро сделала заказ. Я же вообще ни о чем не думала. Вот просто заказала и заказала. Обычно я пишу. Дело на сайте Мир Вышивки. Обычно я пишу в магазинах писать на посылке, что это подарок. Потому что у нас же здесь растаможка. А в этот раз я и написала. И ответственный магазин Мир Вышивки. Такой молодец. Чтобы, значит, таможенников наших не утруждать. Квитанцию. Прямо на обратной стороне. И приклеил. А таможенники посмотрели сумму. Отлично. 50% таможенного сбора. Вот так у меня получился набор. Не со скидкой. Немножко получился дороже. Но я не расстраиваюсь. Я все равно рада, что я купила. Просто это такая наука для меня, что нужно быть, конечно, внимательней. Вот. Такая у меня красота. Есть у меня еще покупки. Идут, идут. Покупки, подарки. Ну, это уже, скорее всего, будет в декабре. Мы с вами увидим, что у меня новенького. А на этом у меня все. Все по вышивкам. Но приглашаю вас также еще прогуляться по Греции. Будет еще и влог. Всем привет. Сегодня воскресенье, 15 ноября. Мы на карантине. Но приехали немножко прогуляться. Вон собака радуется. Поднялись на гору. Называется Имитос. Сегодня плюс 14 градусов. Солнечно. Мы сюда редко приезжаем, потому что, ну, как-то находится совсем, извините, даже тяжело поднимались на гору. Находится от нас далековато. Но вот сегодня решили сменить наше место, так сказать, место прогулки и приехали сюда. Вот так. Здесь горы, горы, горы. Очень много кипариса. Я никогда не видела столько кипариса. Но там мы не смогли остановиться, чтобы я сделала хоть фотографию. Очень был крутой серпантин. Дорога. Вот. Показываю вот так. Так, сейчас еще прогуляемся немножко с вами. Ой, извините. Так. Не очень много людей сегодня. Бор радуется, радуется. Нравится ему. Эла, эла. Так. Вот. Много зелени, много разных птичек. Ага. Очень красивое место. Дикие оливковые деревья. И вот там вдалеке кипарис. Ну, не смогу, наверное, показать вам вот так. Вот, видите? Кипарис. Это большая редкость, когда так много кипариса. И расскажу вам небольшую такую информацию о кипарисах. В Греции есть очень интересный закон, который запрещает вырубать кипарисы. И даже если строят дороги, либо еще что-то, кипарис запрещено вырубать. Эта традиция идет с Древней Греции. Не знаю точно, с чем связано, почему нельзя вырубать кипарисы. Но вот многие, когда строят свои дома, пользуются этим законом и сажают вокруг кипарис, чтобы ни в каком случае их дом не снесли, либо еще что-то. Вот, кипарисы запрещено вырубать. Вот. И здесь очень много кипарисов. Где-то их сажали, где-то они сами наросли. Здесь есть еще также монастырь. Может быть, у нас получится. Мы доедем до монастыря. Это тоже, наверное, разновидность кипариса. Да-да-да. Вот есть такой кипарис с... Так, покажу вам. Вот такой есть, который длинненький, да, идет, как свечка. А есть кипарис тоже еще, по-моему, вот такой. Вот он. Вот смотрите, вот это тоже кипарис. Если я правильно понимаю. Но это другой просто вид. Вот так. Видите? Вот. Ну что, мы сейчас пойдем ходить, гулять, дышать свежим воздухом, разминать наши ножки, засидевшиеся за крестиками. И увидимся с вами, наверное, уже дома за крестиками. Вот я поднялась уже на совсем другую высоту, с другой стороны. Здесь видно получше. Но, конечно, сильно светит солнце. Я не знаю, смогу ли я передать картинку. Вот, посмотрите, какая красота. Здесь у нас гора. Называется Имитос. Здесь также очень много антенн и радаров. Сзади нас находятся. Впереди, вот там вы видите, это кипарисы. Вот они, кипарисы. Видите? Дальше Афины. Вон они, домики. Вот. Вот. И там дальше море. Видно, он совсем с краешку. Может, вам не видно, конечно. Вот там. Там уже море. Вот. Очень красиво, конечно, сегодня. Солнечно. Тепло. Такая красота. Птички поют. Мои отстали. Я убежала вперед. Здесь деревья разнообразные. Больше сортов, чем на парнице. Очень много кипариса разных сортов. Вот такое дерево. Я не знаю, что это за дерево. Куст какой-то. Вот еще видите, кипарис молодой, пушистый. А вот они и наши догнали. Очень красиво. Очень. Оливочки. Вот так. Это свежая. чистая вода, родниковая. Так. Здесь у нас монастырь. Немножко я его прошла вокруг, потому что здесь все очень хорошо закрыто. И деревьями, заборами ничего не видно. Вышла я вот на такую площадь, как она называется. Ну да, площадь называется вообще. Это центральная часть деревень, центральная часть каких-то поселений. Обычно в центральной части располагаются два... Это у нас, что у нас клёны. Два клёна, один клён. Деревья растут веками. Вот такие огромные становятся. Ну, этому клёну, наверное, уже очень-очень много лет. Костя говорит, что может быть этому дереву примерно 500 лет. Живёт примерно 2500 лет. Часто в деревеньках, особенно в горных деревнях, можно везде встретить вот так вот. Их обкладывают вокруг камушками, чтобы можно было там сидеть. И обычно рядом есть кофейня. Столики располагают летом под клёнами, чтобы можно было в тени, в прохладе сидеть, пить кофе. Вот такие огромные здесь ветки. Видите? Надеюсь, вам видно, как они раскинулись по кругу. И вверх, и в стороны. Видите, вот такая вот есть огромная прям ветка, которая уходит в небеса. Вот, видите, огромная. Вот. Вот так. Вот так. Вот. Ну, а также здесь... Я ещё не поднималась наверх. Наверх. Не знаю, что там. Ну, наверное, тоже какая-то площадка. Кипарисы везде. Вот так покрутилась, вам показала. И вниз здесь мы... Ну, давайте спустимся вниз, посмотрим, что у нас здесь. А здесь вот молодой ещё клён. Недавно посадили, наверное, лет сто назад. Одна стена монастыря. Ну, наверное, очень старое здание. Постройка очень-очень. Я не знаю, работать не работает. Сейчас там Костя почитает, нам всё расскажет. Ага, там дорога. Тоже, какие могучие кипарисы. Сколько же им лет. Клён тоже поменьше других двух. Но тоже, видите, он огромный. Видите, три дерева закрывают собой, своими кронами, такую большую площадь. Очень красиво. Так. Сейчас пойдём у Кости узнаем, работает ли монастырь, либо это просто как памятник осталось. Так, Костя почитал, нам всё рассказывает теперь. Значит, этот монастырь сейчас работает. Он очень древний, ещё с Византии, около тысячи лет ему. Но он был сожжён во времена Второй мировой войны. И восстановлен был в 52-м году. Сейчас, ну, не полностью, наверное, восстановлен. Я не знаю точно. Вот. Но сейчас он работает. Вот такой вот древний-древний монастырь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok